Всем привет! Сегодня мы работаем над продолжением фильма ОК Лекси и мы разберем разговорные и сленговые выражения, которые помогут вам звучать более по-английски. Ну что ж, начнем? Пугающая история о привидении. You deserve a promotion, что означает, ты заслуживаешь повышение. His new job is a promotion for him. Его новая работа это повышение для него. I found it super duper offensive. Super duper означает very much, very great, в зависимости от контекста и может переводиться как очень, чрезмерно. Demote, в отличие от promote, означает понижение, promote повышение, demote понижение. Hi, I'm Phil. Welcome to comments, bitch. Cry yourself to sleep means to cry for a long time until you start to sleep. То есть плакать долгий период времени, пока ты не уснешь. And then cry yourself to sleep just like you do every night. Mean в большинстве случаев означает жадный, но есть также значение этого слова недобрый, жестокий. Например, don't be so mean to your little brother. Не будь так жесток со своим маленьким братом. Dude, your phone is super mean. Good running into you. Как хорошо, что мы столкнулись. По-английски значение этого слова можно интерпретировать так. To meet somebody you know when you haven't planned to meet them. То есть встретить кого-то, кого ты знаешь, когда вы не договаривались о встрече и не планировали это. Эту фразу можно также заменить bumping to somebody. Что будет означать примерно то же самое. Bumping into somebody or running into somebody. Credentials, please. Credentials. То есть это документ, который доказывает, кто вы или какую организацию представляете. В данном случае это сленг, который можно объяснить, как потребить какие-то наркотические вещества на курице и так далее. Что будет означать примерно следующее. В некоторых контекстах get high будет переводиться дословно как подняться высоко. Lots of pictures of sunsets and vacations with bae. Bae is a girlfriend or a boyfriend. То есть человек, с которым вы встречаетесь, девушка или парень. Someone who you love. I set out to find true happiness. Set out to start an activity with a particular aim. Это фразовый глагол, который можно перевести как начать какую-то деятельность с конкретной целью. И пример из фильма. I set out to find true happiness. Я начала поиски настоящего счастья. Honestly, I was so caught up with being with Kate, I didn't really notice you weren't there. To be caught up with someone or something означает быть настолько кем-то или чем-то захваченным, быть таким увлеченным кем-то, что все ваше внимание уделяется этому увлечению. И пример из фильма. I was so much caught up with being with Kate, I didn't really notice you weren't there. Я был так захвачен моим времяпровождением с Kate, что я даже не заметил, что тебя со мной не было. I'm sorry for losing my shit, Phil. Это очень грубое сленговое выражение, которое по-английски можно объяснить как to lash out emotionally, что значит лишиться эмоционального контроля и начать ругаться или критиковать кого-то или что-то в довольно-таки грубой форме. I'm sorry for losing my shit. Это пример из фильма. И пример, который можно употребить в обычной жизни. My mom lost her shit when she found out that my sister had taken the money from her purse without permission. Моя мама совершенно потеряла над собой контроль, когда узнала, что сестра взяла деньги из ее кошелька без разрешения. Если это видео было для вас полезным, вам понравилось, эта информация, может быть, вам пригодится, Пожалуйста, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал и увидимся в следующих видео. Поехали! Поехали!